В эфире информационная программа «День города» в студии Ирины Ковалёва. Здравствуйте! О самых важных и ярких событиях первого рабочего дня и прошедших выходных вам расскажут мои коллеги-корреспонденты телекомпании «Город». Сегодня выпуски. Как влияют цифровые технологии на экономику? Об этом и не только говорили на форуме «Цифровая трансформация региона». Рекорд! В Корыблино открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Детский праздник и брифинг с ведущими специалистами. Рязанская палата недвижимости устроила день открытых дверей. В понедельник, 5 марта, в Рязани стартовал форум «Цифровая трансформация региона». Участие в нем приняли не только рязанцы, но и гости из других областей. Одной из основных целей этого форума является оценка влияния цифровых технологий на экономику. Подробнее об этом масштабном событии расскажет Валерий Седов. «Нужно бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте. А чтобы попасть в другое место, нужно бежать как минимум вдвое быстрее». С этой цитаты Льюиса Кэрролла начал свое выступление губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он рассказал, как преобразился цифровой мир за последнее время и остановился на том, как сильно изменилась и изменится Рязань. «Наш форум называется «Цифровая трансформация региона». Ведь мы просто обязаны успеть трансформироваться. Поговорим о наиболее значимых проектах, которые мы сегодня внедряем в нашу региона». Новые проекты будут внедряться практически во всех сферах деятельности – образование, медицина, политика, предпринимательство и сферу ЖКХ. Так, в образовании появятся направления, которые будут осуществляться совместно с московскими университетами и направлены на всестороннее развитие как обучающихся, так и преподавателей. Телемедицина, электронная карта. Планируется, что в сфере медицины проекта хватит все медучреждения. Николай Любимов отметил, что цифровая медицина – это важное направление. Так, на выставке были представлены инновационные изобретения в этой сфере. «Это интеллектуальная капсула будущего. Сейчас существует в единственном экземпляре функционал изобретения «Огромен». От измерения биометрических данных до управления различными устройствами и гаджетами». Изобретение уже было опробовано на медицинских форумах. Внутри находится пациент, а его биометрические данные по интернету отправлялись врачам. «Такую капсулу предполагалось устанавливать в аэропортах, в железнодорожных вокзалах. Для людей тех профессий, чьи по роду службы необходим ежедневный медицинский осмотр». Все желающие уже успели испробовать капсулу на себе. По словам создателей, ее можно использовать и как офис. Внутреннее пространство оборудовано системой кондиционеров. Следом за цифровой медициной Николай Любимов рассказал о цифровом правительстве. «Первое, что мы должны сделать повсеместно, перейти на электронный документ оборудования. Это то, что необходимо для того, чтобы качественно оказывали государственные услуги. Далее портал «Наш дом Резель». Позволяет гражданам оценить качество оказания госуслуг в социальной сфере, взаимодействовать с организациями ЖМХ, объединяться для решения своих годовых проблем». Николай Любимов коснулся и темы предпринимательства. Он рассказал, что сейчас предприниматели столкнулись с проблемой отсутствия наставничества со стороны более крупных компаний. К тому же практически нет площадок для профессионального общения. По словам Любимова, в реализации инновационных проектов большое внимание будет уделяться поддержке разработчиков этих продуктов, созданию необходимой инфраструктуры для них и подбору кадров. Очень много тем коснулось и будущего региона. Губернатор выразил надежду, что молодое поколение обратит внимание на то, как активно развивается Рязань. «От самого форума хотелось бы, во-первых, добиться следующих результатов. Во-первых, общения между ребятами, во-вторых, чтобы они увидели и услышали от, скажем так, профессионалов, от людей, которые разбираются очень хорошо в этом, о том, что у них есть возможности здесь, в Рязани. И от нас, как от власти областной, тоже услышали, какие шаги мы должны в этом направлении предпринимать и какие проекты мы уже начинаем внедрять в Рязанскую область». Второй спикер на форуме «Цифровая трансформация региона» стал настоящим сюрпризом. Это телеведущая Тина Кандалаки. Она более подробно остановилась на теме цифровых инноваций в обществе. По словам телеведущей, в Рязани молодежь очень прогрессивная. И вопросы, которые они поднимают на форуме, очень важные. «Вот эта аудитория первая 18-25, 18-24, которая выросла, ну, практически уже в неаналоговом мире, она по-другому думает. И она, вы знаете, еще раз повторюсь, она не будет сильно отличаться друг от друга в зависимости от того, где они живут. Она просто будет гораздо более амбициозной, я надеюсь. Ну и дай бог, чтобы эти амбиции при помощи того, чтобы собирать их обучать, начали переходить в какие-то конкретные воплощаемые идеи». Форум «Цифровая трансформация региона» будет проходить два дня. Мы будем держать вас в курсе событий. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания. Город. В Рязанской области состоялось важное событие, которого давно ждали. В городе Кораблино появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Многофункциональный спортзал построили меньше, чем за год. Поздравить жителей в Кораблино приехал губернатор Рязанской области Николай Любимов. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс сияет от собственной новизны и блеска детских глаз. Именно для них он и был построен. Жители Кораблино давно нуждались в современном и доступном спорт-объекте. Строительство комплекса завершилось в рекордные сроки – 4 месяца. Не верили в то, что так быстро откроют долгожданный спортивный объект даже местные жители. Комплекс так и назвали рекорд. Стоимость объекта составила более 136 миллионов рублей. Часть денег вложил областной бюджет. Поздравить жителей Кораблино с открытием спорткомплекса приехал глава региона Николай Любимов. В первый же день работы новый спорткомплекс загружен по максимуму. Все площади заняты юными спортсменами. Вмещает он 300 человек одновременно. И пустовать фок будет разве что по ночам. Здесь уже работают секции по баскетболу, волейболу, аэробике, мини-футболу и боксу. Раньше тренировки по боксу проходили в спортивном зале местной школы. Каждый раз приходилось заново вешать боксерские груши. Теперь у воспитанников клуба есть собственный зал с большим рингом. Впечатления масса хороших, положительных. То, что наконец-то открыли мы такой хороший спортивный комплекс в нашем районе. Будем развиваться, добиваться хороших побед. Ну и популяризировать такой вид спорта, как бокс. Юная спортсменка Анастасия Емелина занимается боксом полтора года. В секции она единственная девушка. Тренируется ежедневно и каждое движение отрабатывает до совершенства. Открывшийся зал, по ее словам, поможет добиться новых высот. Один ринг, он больше, чем наш зал, в котором мы сейчас занимаемся. Мы очень довольны все и спешим уже попробовать позаниматься в новом зале. Будущим чемпионом глава региона пожелание написал прямо на боксерских перчатках. Спасибо! Спасибо вам, здоровья, ребята. И вам тоже. Хорошего. Молодцы. Большой спортзал для тренировок и командных игр, тренажерный зал, раздевалки, душевые и бассейны, четыре дорожки. О таком спорткомплексе прежде можно было только мечтать. Я хочу сказать, что неплохие тренажеры по качеству, то есть хорошего качества. И покрытие, допустим, в спортивном зале тоже современное, паркетное покрытие хорошего качества. То есть жаловаться на то, что где-то, может быть, сэкономили, что мы не можем. Потому что и бассейн хорошо сделан, все. Поэтому мы очень всем довольны. В будущем такие современные комплексы должны появиться не только в области, но и в городе. Мы будем продолжать обязательно строить в каждом районном центре и в городе Рязани. Там тоже, кстати, не хватает физкультурно-оздоровительных таких вот сооружений. Будем строить обязательно по мере сил наших и финансовых возможностей физкультурные комплексы. Преимущественно, конечно, такие же, как в Кораблино сегодня мы открывали. Обязательно с бассейном, с многофункциональным залом и с разными залами для занятий индивидуальных каких-то видов спорта. Заниматься же в спорткомплексе «Рекорд» в Кораблино смогут не только дети, но и взрослые. Таким образом, власти Рязанской области последовательно воплощают курс президента России на здоровый образ жизни и развитие спорта в регионе. В пятницу Николай Любимов посетил также новую школу для начальных классов в Александроневском районе. Эксплуатацию ее ввели в конце прошлого года, а первые уроки начались в марте. В школе есть библиотечный центр, кабинет психологической разгрузки, спортивный и актовый зал, столовая, а также зимний сад. До этого дети учились в местной небольшой школе, которая была построена еще в 60-х годах прошлого века. Новый объект рассчитан на 250 мест и стоил более 160 миллионов рублей. Построили также в сжатые сроки, как только выделили средства из федерального бюджета. При осмотре губернатор отметил хорошее качество работ, оригинальное внутреннее убранство и современное техническое оснащение. По его словам, теперь это лучшая начальная школа региона. Мы должны участвовать в программах, они будут, эти программы продолжатся. То, что касается строительства школ, она должна продолжиться до 2025 года. И результатом реализации этой программы по всей стране и в нашей области тоже должно стать полное прекращение учебы детей в две смены. Они все должны учиться в смену одну, а после уроков уже заниматься любимым делом каким-то. И уже по традиции, во время рабочей поездки глава региона посетил ветеран Великой Отечественной войны. 96-летняя Надежда Кичи живет в Краблинском районе. Николай Любимов поздравил ветерана, вручил подарок и знак в память 80-летия Рязанской области. Долгих лет жизни вам. Всего самого хорошего, доброго, самое главное здоровья. Самое главное, чтобы приехали. Женщина рассказала Николая Любимова, как воевала. Она служила операционной медсестрой в госпитале и участвовала в Сталинградской битве. Рязанка награждена Орденом Отечественной войны второй степени и многочисленными юбилейными медалями. Алена Куколева, Ирина Ковалева, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Как не заблудиться в событийном потоке? Кто диктует информационную политику и какова во всем этом роль цифровых технологий? Почему молодежи нужно учиться выбирать информацию и правильно распоряжаться ей? В рамках проекта «Диалог на равных» об этом и многом другом рассказала общественный деятель, генеральный продюсер федерального телеканала «Матч ТВ» Тина Кандалаки. «Эра диджитал» – именно так назвала молодое поколение Тина Кандалаки. Гаджеты, интернет – в современном мире они все сильнее заменяют газеты и телевидение. Для подтверждения своего высказывания Тина провела небольшой эксперимент. Смотрели ли вы вчера телевизор? Поднимите руки, кто его смотрел. Не бойтесь, поднимите руки, те, кто смотрел вчера телевизор. А теперь поднимите руки, кто вчера был в соцсетях. По словам телеведущей, главное в цифровом мире – это научиться отсеивать ненужную информацию. Сейчас человек за три дня воспринимает столько данных, сколько содержится в романе «Война и мир». Одно из самых главных, по словам Тины Кандалаки, это именно фильтрация всей поступающей информации. Больше читать и больше узнавать – один из постулатов ведущей. Вот только нужно быть уверенным в том, что человек полностью защищен от мусора. Встреча с известной телеведущей состоялась в рамках проекта «Диалог на равных». Цель – наглядно показать молодежи на примере успешных и известных людей, что современная Россия – это страна возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе. Очень символично, что встреча с телеведущей прошла в Рязанском государственном медицинском университете, одном из самых технически развитых и передовых вузов города. На форуме любой желающий мог задать телеведущий вопрос. Коснулись разных тем – от популярности в интернете до проблем современного общества. И на все Тина Кандалаки постаралась ответить. В конце своего выступления телеведущая пожелала успеха всем присутствующим. Но я верю в то, что вы окажетесь и среди вас будут обязательно те люди, которые смогут сделать открытие в области медицины. Поймут, как, условно говоря, до очень глубокого возраста оставаться в светлом уме и трезвой памяти. Как поражение сделать с победами. Как вообще психологически, как тренироваться, как работать над собой, для того, чтобы даже в самой патовой ситуации видеть в ней возможность, а не, собственно говоря, поражение. Ну и, что я искренне хочу вам пожелать, заканчивая свой монолог, вы знаете, ничего не бойтесь. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания. Город. Рязанские полицейские пресекли хранение с целью сбыта алкогольной продукции с федеральными специальными акцизными марками с признаками подделки. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Рязанской области совместно с коллегами из задела МВД России по Октябрьскому району Рязани установили, что из бокса в гаражном кооперативе на окраине города торгуют алкогольные продукции с признаками контрафакта. В рамках проверки полицейские выяснили, что к незаконной реализации алкогольной продукции причастен 39-летний хозяин гаража. В ходе осмотра помещения было обнаружено и изъято около 4000 литров алкогольной продукции различных марок. Было установлено, что на бутылках со спиртным наклеены федеральные специальные марки с признаками подделки. В отношении злоумышленника, следственным управлением УМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. В ночь субботы на воскресенье Рязань буквально занесло снегом. По всей видимости, для коммунальных служб это вновь стало большой неожиданностью. Во всяком случае, воскресным утром даже центральные улицы убраны не были, что доставило массу неудобств и привело к мелким авариям. В понедельник ситуация изменилась, но не кардинально. Центральные улицы почистили, а вот второстепенные так и остались заваленными снегом. По прогнозам синоптиков, снегопады будут продолжаться, а это значит, что о спокойном и беспрепятственном передвижении как на автомобиле, так и пешком рязанцам придется забыть. Появившееся в воскресенье в сети видео отчасти объясняет, почему на улицах не было видно снегоуборочной техники. В группе подслушанного водителя Рязани выложили ролик, на котором видно, как внедорожник вытаскивает из сугроба КАМАЗ коммунальщиков. Помощь коммунальщикам на трассе они нужнее, чем в сугробе, отметила автор видео. Что ж, по всей видимости, только на помощь мощных внедорожников нам остается рассчитывать, пока с улиц Рязани не вывезут снег. Ну а теперь к другим темам. В Рязанском медицинском университете прошла открытая олимпиада по биологии среди школьников. В ней приняли участие более ста ребят не только из Рязанской, но и из соседних областей. Победители олимпиады получат дополнительные баллы при поступлении в РязГМУ. Подробности далее. Открытая олимпиада по биологии среди школьников в Рязанском государственном медицинском университете в этом году проходит впервые. Но руководство вуза отмечает, что в будущем она станет ежегодной. Ведь для школьников это прекрасная возможность не только проверить свои знания, но и получить определенный бонус при поступлении в РязГМУ. Это замечательно, что победители, призеры итогового тура олимпиады, это 25% от участников этого тура, будут получать преимущество при поступлении в наш университет. Как то, им начисляется два балла дополнительно в рамках индивидуальных достижений. Это все суммируется к результатам ЕГЭ и учитывается при зачислении в наш медицинский университет. Олимпиада проходила в два этапа. Задания первого заочного ребята выполняли через интернет в режиме реального времени. Задания были разные. Было очень много заданий. Были очень интересные задания. Мне было довольно-таки легко. Было все просто, все ясно и понятно. Онлайн-этапы были достаточно серьезными, сложными. Были, конечно, относительно простые. Но я думаю, что большинство было хорошего уровня, высокого. Именно те, кто успешно справился, в субботу, 3 марта, приехали в Рязгому, чтобы пройти очный этап. В нем приняло участие более 70 человек. Большинство из них рассматривают ВУЗ как один из возможных вариантов поступления или как Диана Попихина, приехавшая из Сергиева посада, уже приняли решение поступать именно в Рязгому. Я считаю, что Рязанский, он один из самых лучших, так как здесь обучение очень хорошо проходит. И также здесь доступно поступление и достаточно легко есть. Я читала, что много интересных кружков, которые меня заинтересовали. Я уже знаю, на какие я больше всего хочу. После регистрации участники отправились в аудиторию, в которой на протяжении двух часов им предстояло работать над заданиями Олимпиады. Организаторы стремились к тому, чтобы это испытание в первую очередь было полезно для ребят и вместе с тем мотивировало их к получению новых знаний. Поэтому мы предусмотрели формат тестовый, как это и планируется именно в рамках сдачи ЕГЭ, с выбором нескольких верных ответов. Но также, безусловно, любая Олимпиада направлена на поиск талантливых ребят, поэтому у нас большое внимание уделяется так называемым открытым вопросам, при ответе на которых школьник, конечно, должен показать свои знания, свой уровень эрудиции, задуматься над той или иной проблемой, которую мы предлагаем проанализировать. Удачи ребятам пожелал ректор РЯСГМО Роман Калинин. Он отметил, что уважает участников за то, что, обучаясь по достаточно сложным программам в школе, они находят время для участия в подобных Олимпиадах. Не сбавляйте обороты, постарайтесь, чтобы ваше стремление, ваше желание к достижению вашей цели, профессии, оно не покинул вас никогда, потому что врач, он не останавливается в своем обучении, даже получая диплом, даже получая уже затем свидетельство об окончании ординатуры или аспирантуры, диплом кандидата или доктора наук, он продолжает учиться и уже потом и учить. После окончания Олимпиады для школьников организовали экскурсии по ВУЗу. Ну а с результатами они смогут ознакомиться 6 марта на сайте РЯСГМО. Церемония награждения победителей пройдет в университете в День открытых дверей. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В пятницу 2 марта Рязанская палата недвижимости пригласила всех рязанцев, больших и маленьких, на День открытых дверей. Прошло мероприятие на третьем этаже торгового центра «Премьер». Чем оно было интересно и полезно для участников, расскажем далее. Центральным событием Дня открытых дверей, который был организован Рязанской палатой недвижимости, стал детский праздник. На нем подвели итоги фестиваля детских рисунков «Дом глазами ребенка». Старт фестивалю был дан в День риэлтора, 8 февраля. Таким образом, Рязанская палата недвижимости решила отметить профессиональный праздник. Маленькие рязанцы с удовольствием откликнулись на предложение принять участие в фестивале и изобразить дом своей мечты. У нас уже было детское мероприятие, посвященное этой тематике «Дом глазами ребенка». Детки включались очень активно, подключались даже из детских садов группы, из-за студии подключались. Также приносили рисунки наши клиенты, которые были у нас на сделках, видели в соцгруппах и приносили свои рисунки. Очень с удовольствием откликались и даже до сих пор продолжаем получать рисунки, хотя прием был закончен еще 28 числа. На рисунках ребята изобразили огромное количество самых разнообразных домов – больших и маленьких, привычных и весьма необычных. Это дом-чайник. 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 Чайник. Чайник. Потому что моя самая любимая посуда – это чайник. А участники постарше подошли к заданию совсем как будущие работники сферы недвижимости. Я из-за два человека – один риэлтор, а второй – один человек. И потому что они помогают людям найти свой дом. Именно 2 марта на дне открытых дверей были подведены итоги фестиваля. И абсолютно все участники получили памятные подарки от главного организатора и спонсоров этого мероприятия. Кроме того, ребята приняли участие в конкурсах, получили возможность сделать аквагрим, а также сфотографироваться и потанцевать с огромным трансформером. На дне открытых дверей Рязанской палаты недвижимости дети провели время весело, а взрослые – с пользой. Для них был организован брифинг с ведущими специалистами, которым можно было задать абсолютно любой вопрос, касающийся недвижимости. Сейчас вопросы с недвижимостью – очень сложный вопрос. И поэтому наши граждане должны быть подкованы. Ну а так как у нас бывает очень тяжело попасть на прием того или иного специалиста, я думаю, что будет приятно и полезно всем услышать ответы на свои вопросы и дальше уже работать и разбираться в вопросах недвижимости грамотно и не делать ошибок. Как не стать обманутым дольщиком? Где ипотека дешевле? Как выделить долю детям в квартире? На эти и многие другие вопросы в ходе брифинга отвечали представители строительных компаний, банков, органов опеки и попечительства и, конечно же, риэлторы. Вот так весело и, несомненно, с пользой прошел пятничный вечер для гостей Дня открытых дверей Рязанской палаты недвижимости. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Ну а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Это случилось! Обвал ипотечных ставок. Квартиры за 4,7% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно с Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Грех, сляхать, выхлопы. Шум, шум, шум! Плотный трафик, строительная техника, высоковольтные линии. Жить в городе? Зачем? Зачем жить в муравейнике, если в 10 минутах от города расположился жилой комплекс «Полянка»? Жилой комплекс «Полянка» ближе к природе, вдали от суеты. «Полянка» ближе к природе.